Их называют заочницами или просто ждулями. Они готовы годами поддерживать отношения даже с самыми опасными преступниками, причем когда те находятся за решеткой. Все это ради любви, которая зародилась по переписке. Но очень часто такие отношения заканчиваются очень печально, разбитым сердцем и потерянными деньгами. Бывают ли счастливые исключения из переписки с заключенными? И как можно проверить такие чувства, узнавала Дарья Морева. Любовь с первого взгляда, крышу снесло и все закрутилось, завертелось. Так 38-летняя Оксана, успешная бизнесвумен и мать двоих детей, вспоминает свои самые необычные отношения. С Романовой она познакомилась по переписке. О том, что он сидит, Оксана узнала сразу. Адрес колонии был указан на конверте. Позже он и сам признался, что отбывает за наркотики, но уверил, его просто подставили. Незамужняя женщина ему поверила. В письмах, конечно, было все классно. Там была нежность. Я никогда не была как будто бы в таких отношениях. Я очень сильно влюбилась. Наверное, я больше ушами влюбилась. Ну, потому что ты слышишь добрые слова, поддержку вообще. И обещали, что наша жизнь будет как в Голливуде. Но одних переписок было недостаточно. Оксана стала приезжать на краткосрочные, а затем и долгие свидания. С собой привозила тяжелые баулы с продуктами и немалые суммы денег, чтобы порадовать любимого. После отсидки мужчина сразу переехал к Оксане и даже сдружился с ее детьми. Но счастье длилось недолго. Спустя полгода Роман влез в огромные долги. Начал сутками пропадать, срывался на женщину и постоянно требовал деньги. А в один из дней Оксане пришло сообщение из банка об оплате кредита, который кто-то оформил на ее имя. У него было в доступе все. Моя карточка, мои пин-коды, коды от телефона. То есть в момент, когда я, скорее всего, либо готовила есть, либо я пошла в душ, он просто оформил с моего мобильного банка себе кредит на 270 тысяч. И когда я проанализировала все, я поняла, что, блин, я настолько, да такая простофиля вообще. Просто любить человека настолько и не замечать. Забрав деньги с карты, Роман навсегда исчез. Оксана вновь осталась одна, с разбитым сердцем и кредитом в довесок. Теперь она уверена, любить по-настоящему заключенные просто не способны. Но мы все-таки нашли тех, кто с этим не согласен. Добраться до колонии особого режима не так-то просто. Дорога здесь полностью покрыта ямами и ухабами. Равно как и судьбы тех, кто находится за колючей проволокой. И это далеко не первый их срок. Это Александр. Трижды осужденный за наркотики. До выхода на свободу ему осталось пять лет. Но скрасить одиночество мужчине помогает любимая, с которой он уже давно знаком. И жду ли ее, ни в коем случае не называет. А недавно Александр сделал ей предложение. Почти сразу, когда с ней созвонился, ну, хотел сказать, что давай распишемся, увидимся. А потом, ну, неудобно было как-то, нифига, 10 лет я там, 12 лет с ней не виделся. И тут просто позвонил какой-то там, давай, с тюрьмы тем более. А она вообще, то есть, к тюрьме никакой мог уголовному миру вообще ответственности. Ну, никак вообще. Она сама как бы хотела на свидание. Я говорю, ну, давай официально распишемся и будешь ездить. Такое предложение женщину ошарашило. Еще бы, не виделись давно, а тут внезапный звонок и предложение пожениться, да еще и в колонии. Но спустя пару недель она все-таки сказала да. Александр уверяет, для него это не просто любимая, а настоящий друг и поддержка. Взамен осужденный ничего не просит. Ни передачек, ни денег. И даже сам присылает своей невесте оригинальные подарки. Я хотел, да, ну, то есть, удивить ее на день рождения, но не получилось на день рождения отправить. Ну, на свидание не приехали. Вот сейчас отправлю позже на Новый год. Моей дорогой, любимой, милой, от любимого котенка. Она меня котенком называет. Такие сильные чувства, уверяет Александр, у него проснулись впервые за всю жизнь. Именно любовь и мотивирует его поскорее выйти из колонии, чтобы начать жизнь с чистого листа. Конечно, она настраивает, то есть, ну вот, говорит, давай, сейчас есть возможность исправить свою ошибку. То есть, я потому что почему сидел? Ну, один был, так как сказать по-русски, ни детей, ни родины, ни флага. То есть, я вышел и пошел, то есть, сам себе на уме. Я понимаю, что надо освобождаться, вот есть человек, с кем можно прожить нормальную жизнь. Сейчас молодые готовятся к своей свадьбе. Торжество будет скромным. Пара просто распишется и отправится в свой медовый месяц, а точнее, на три дня длительного свидания. Но после выхода на волю, мечтает Александр, они обязательно сыграют настоящую свадьбу. И на этом не остановятся. Хочу ребенка, а лучше двух. Чтобы уже наверняка дома быть подъезд, какая ты ответственность, ты понимаешь, за что ты отвечаешь. То есть, ну и намного мыслей уже другие, уже тебя нету, там, пойду вечером, вон там, с друзьями пиво нажрусь. Ну, как это обычно, там, в клубы, там, гулянки, пьянки. То есть, ну, вот так оно получается. А когда ребенок, ты наоборот думаешь, мне кажется, что надо идти и к ребенку туда, потому что тебя кто-то ждет там дома. Поддерживают Александра в этом не только родные, но и товарищи по несчастью. Хотя находятся и те, кто считают, что отношения с такими ждулями скорее выгодны, чем романтичны. Такого же мнения придерживается Сергей. Он также осужден за наркотики, а девушек по переписке у него набирается больше десятка. Общение с ними он воспринимает как хобби. Однако ни с кем из них не торопится заводить романы. Я начал переписываться одновременно, там, до 12, что ли, девушек доходило. Ну, довольно-таки было сложно, потому что, как я уже вот говорил, нет истории переписки, нежели в тех же социальных сетях. И когда получаешь ответ очередной девушки, начинаешь сам себе задавать вопросы. А что я в предыдущем письме написал? Зачастую осужденным приходится идти на небольшой обман, который рано или поздно раскрывается. Но переписки на этом не заканчиваются. Как уверяет Сергей, девушки сами инициируют близкое общение, предлагая личные встречи и добровольно присылая передачки. И, как правило, осужденные этим охотно пользуются. Непроизвольно приходится все равно общаться с такими людьми, которые находят девушек ради того, чтобы им освободиться и было где жить. Чтобы была квартира, жилье. Но это непосредственно, с одной стороны, корыстные мысли, но с другой стороны, люди пытаются как-то себя все равно обеспечить. И такие переписки, считает психолог, зачастую не приводят к крепким и здоровым отношениям. Как правило, мужчина получает из этого выгоду, а затем исчезает из жизни женщины. А она снова остается одна. Посредством переписки между людьми могут завязаться очень такие надежные, крепкие отношения. Но забывать о том, что очень часто люди попадаются, женщины в основном попадаются на такую уловку, об этом тоже нужно помнить. И здесь все-таки необходимо женщинам, которые начинают завязывать такую переписку, все-таки сесть и трезво размыслить. Понять, что не любовь движет арестанта, можно достаточно просто. Например, сразу обратить внимание, просят ли у вас деньги или какие-то услуги. Иначе очень просто стать ждулей, которые разобьют сердце, да еще и в долгах оставят. Если есть какие-то сомнения, то можно позвонить по номеру доверия, который вы видите на своих экранах.